Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» отвечаем на ваши вопросы. Вопрос, можно сказать, вечный. Нужно ли за Таинство Церкви брать плату? Позвольте, дорогие друзья, поделиться некоторыми своими размышлениями на этот очень важный вопрос. Этот вопрос задают самым разным священникам. Наверное, нет ни одного пастыря Церкви, который не сталкивался бы с подобным вопросом. Позвольте я в рамках сегодняшнего ответа не буду сейчас повторять общеизвестные истины, которые многократно были сказаны множеством людей и более грамотными, и более умными, и более духовно опытными, чем я. Истины очень простые. То, что все Таинства Церкви не могут быть оценены в материальном измерении. Таинства бесценны, потому что Таинство — это действие благодати Божией. Также не будем сейчас подробно останавливаться на том, что на самом деле тоже вообще известная реалия нашей жизни, что вот мы приходим в храм и видим, что с крыши не течет, из окон не дует, вы стоите не на земляном полу, и что все, все вот это более-менее комфорт внутри храма, он созидается трудами простых людей из обычных материальных средств. Не будем сейчас это обсуждать, потому что это общеизвестные вещи. Позвольте я предложу вашему вниманию, дорогие друзья, кто желает послушать, кому это интересно, Расскажу вам случай из жизни. Один, лишь один из множества примеров, которые произошел в жизни одного приходского священника. Еще раз подчеркну, лишь один из множества похожих примеров. Если кому интересно, кто хочет послушать, послушайте. Кому неинтересно, можете послушать что-нибудь другое. В один приходской храм пришел отец ребенка и говорит, я желаю, чтобы вы покрестили моего сыночка. Ну, как это и принято, везде у нас в Русской Православной Церкви эта традиция, слава Богу, возрождена, и в той или иной степени она везде, эта практика совершается, перед Таинством Крещения, равно как и перед Таинством Венчания, проходят подготовительные беседы. Две как минимум, если есть необходимость, три. Если необходимости такой нет, то хотя бы одна предварительная беседа перед Таинством должна совершаться. Священник сказал отцу, чтобы он вместе с крестным пришли в определенное время, провел, батюшка, с ними беседу, рассказал о промысле Божьей, о смысле жизни человека, вообще, что такое вера, кто есть Бог, для чего вера в нашей жизни. Беседа прошла, ну, достаточно, так сказать, оживленно, крестный живо реагировал, и потом, в конце, после беседы, священник говорит, ну, может, у вас есть какие-то вопросы. Крестный задавал вопросы по теме, а папа ребенка с таком внутреннем напряжении говорит, у меня есть только один вопрос. Какой же, спрашивает священник. Почему в храме все так дорого? Почему так прям дерут три шкуры? В какой храм не зайдешь? Все везде так дорого. Я сам не хожу, но вот я слышал. Кстати, обратите внимание, этот молодой человек сказал, мы еще вернемся к этой теме чуть-чуть вперед, что сам я в храм не хожу, но я слышал, что в храмах все дорого. Ну, священник ответил, насколько это было возможно, как позволяло время, на этот вопрос. Договорились о следующей встрече. Во время следующей встречи уже священник старался рассказать о таинствах Святой Церкви, что это такое, для чего они нужны в нашей жизни. Так же, как и в прошлый раз, крестный, то есть восприемник будущий, очень живо реагировал, задавал самые разные вопросы. Папа также молча в напряжении слушал и в конце задал вопрос. Меня интересует, почему священники ездят на таких дорогих автомобилях? И начал перечислять различные марки автомобилей. Священник не силен был, так сказать, в знании автопрома. И, конечно, насколько мог он пытался и на этот вопрос ответить. Договорились о времени крещения. После богослужения батюшка, как это было принято в их храме и принято уже много лет, таинство крещения совершал с некоторыми пояснениями. То есть каждый момент совершения таинства разъяснял, чтобы участники не были просто зрителями, а родители, восприемники, там как раз несколько детей одновременно крестили в тот день, чтобы все были соучастниками этого таинства и хотя бы по мере своих сил хоть что-то понимали. Когда таинство было совершено, деток одевают, кто-то плачет из детей, как всегда, кто-то уже успокоился. Батюшка закрывает крестями ящик, закрывает требник и собирается уходить в алтарь. Поворачивается, смотрит, стоит папа этого ребенка. «Что вы хотите?» — спрашивает его священник. «Чем я вам обязан?» «Да мне вы ничем не обязаны. Вы благодарите Бога. Я хочу понять, чем я вас должен отблагодарить». «Да, собственно, меня благодарить не надо, — отвечает священник. Благодарите Бога. Слава Богу, что покрестили вашего сыночка. Ходите в храм, читайте Священное Писание. Хотя бы по одной главе Евангелия читайте каждый день. Приходите в воскресный день в храм. Хотите в наш, хотите в любой другой. Соблюдайте пост, исповедуйтесь. Ну, все то, о чем мы с вами уже говорили. «Это все понятно. Вас я должен как-то поблагодарить за вот эту процедуру? То, что вы сейчас ребенка моего там окунули три раза. А вы хотите лично меня поблагодарить?» — спрашивает священник. «Да, собственно, меня благодарить не надо никак. Вы благодарите Бога. Нет, я должен как-то вам заплатить, как-то вас отблагодарить». Ну, тогда священник говорит этому молодому счастливому отцу, счастливому отцу только что крестившегося ребенка, который, по словам святого апостола Павла, стал уже новой тварью во кресте. Священник ему говорит, «Если вы хотите лично меня поблагодарить, тогда будьте добры, ответьте мне честно на один вопрос. Честно. Если вы ответите мне честно на один единственный вопрос, вы меня полностью отблагодарите». Какой вопрос? Во время огласительной беседы вы упомянули, что во многих храмах обдирают, как липку. Дорого берут за различные таинства и требы, хотя вы сказали, что сами вы там не были, но только слышали. Вот смотрите, сейчас вашего ребенка покрестили. После огласительной беседы вам подарили Евангелие. Когда покрестили вашего ребенка, с вас ничего не взяли. Ни до, ни после совершения таинства. С вас ничего не просили, с вас ничего не требовали, с вас не взяли ничего. Скажите честно, вы, если окажетесь в ситуации, что кто-то будет об этом говорить, может быть, не специально, но вы, оказавшись в присутствии во время этого разговора, вы упомянете о том, что в вашей жизни такое произошло. Что вы пришли в один храм, покрестили вашего ребенка и с вас не взяли абсолютно ничего. Вы упомянете об этом, хотя бы для полноты картины, хотя бы для того, чтобы, как некоторые любят говорить, я хочу о церкви знать всю правду. Вот что это правда современной церковной жизни. Вашего ребенка покрестили и ничего с вас не взяли, и ничего не попросили. Вы расскажете об этом? Этот молодой человек в таком недоумении, ну, конечно, если меня спросят, священник ему отвечает, конечно, если спросят. Специально, может быть, не надо говорить, может быть, и не надо упоминать, в каком храме вас крестили, потому что это происходит во множестве храмов. Просто вас покрестили и ничего с вас не попросили, и ничего с вас не потребовали. Единственное, что нужно, расскажите об этом когда-нибудь при случае, что и такое происходит, что таинства бесценны. И самое главное сокровище – это то, что ваш ребенок уже родился от воды и духа и стал новой тварью во Христе, что у него есть теперь надежда на вечную блаженную жизнь. Расскажите об этом. И вот, дорогие друзья, это лишь, я вам поделился всего лишь одним случаем из множества, которые происходят в православных храмах. Таинства на самом деле не оцениваются материальными средствами. Я знаю, что все, кто сейчас меня слушают, вы можете сейчас мне приводить множество примеров, можете возражать, но я вам поделился одним из случаев из множества, как происходит в православных храмах. Совершается таинство, дарится миссионерская литература, таинство совершается с пояснением, чтобы люди понимали, что происходит, и никто ничего с них не требует. А вот скажите, теперь вопрос вам, кто пожелал послушать это свидетельство. Лично как вы думаете, в те храмы, где совершают таинство, и никто ничего не требует, никакой мзды, никакой платы? Вот как лично вы думаете? Просто интересно. В те храмы ходят больше людей, чем в другие, или нет? Как вы думаете? Точно вам скажу. Нет. Также, хотя бы те самые люди, чьих детей крестили, и ничего с них не взяли. Родители таких детей, ходят ли в храмы, исповедуются ли они, читают ли они священное писание, молятся ли они дома, вообще стараются ли они жить христианской жизнью? Скорее всего, нет. А почему? Значит, причина, например, твоего нежелания жить христианской жизнью, нежелания посещать богослужения, нежелания как-то вот свою жизнь упорядочить по евангельским заповедям, причина не в том, что где-то что-то очень дорого, и где-то кто-то берет какую-то мзду. Не в этом причина. А причина гораздо глубже. Причина в собственном глубинном неверии Богу. И вот как раз на эту причину и стоит обратить внимание. Прежде чем претензии высказывать, и чаще всего, будучи движимы слухами, потому что вот не случайно же, повествуя вам об этом случае, этот молодой человек сказал, сам я в храм и не хожу, но я слышал, что так происходит. Вот кто начинает сам ходить в храм, он сталкивается совершенно с другой реальностью. Он видит, как самоотверженно служат пастыри церкви. И сколько верующих людей действительно не за какую-то земную мзду, а за любовь ко Христу Спасителю трудятся при храмах. Чтобы узнать церковную жизнь, надо понемножечку к ней приблизиться и приобщиться. И как очень мудро говорил выдающийся богослов XX века святитель Николай Сербский Велимирович, которого мы с вами, дорогие друзья, кто регулярно слушает, мы часто приводим в наших беседах. Исполнение известного приводит к познанию неизвестного. Если вам что-то непонятно в церковной жизни, начните хотя бы исполнять то, что вам уже известно и понятно. То, что надо читать Священное Писание, в первую очередь, Евангелие, Новый Завет, хотя бы по одной главе в день. Если вы это знаете, начните это соблюдать. Шесть дней трудитесь, а день седьмой, день Господний, отдайте Господу. Постарайтесь день воскресный начать с Божественной Литургии. Среда и пятница, постные дни в течение церковного года, кроме сплошных седмиц. Если вы это уже знаете, хотя бы начните это соблюдать. Утром и вечером, хоть краткое, но все-таки молитвенное правило начинайте соблюдать. Если вы начнете жить церковной жизнью, то многое доселе непонятное, пугающее, устрашающее, что вы узнаете о церковной жизни, вам откроется совершенно в другом ключе. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok